Свидетели не раз сообщали о падении НЛО на Землю. Многие считают, что эти внеземные технологии могли бы изменить ход истории. Но есть и те, кто пытается утаить сведения о подобных инцидентах. Сверхсекретные подразделения мгновенно извлекают обломки НЛО и запугивают тех, кто стал очевидцем аварии. Свидетели часто говорят о людях, одетых в черное, в черных автомобилях, без опознавательных знаков, иногда на черных вертолетах. Кто эти люди? И кто отдает им приказы? Почему они скрывают важные секреты от общественности? Могут ли сведения о потерпевших крушения НЛО повлиять на судьбу человечества? Сегодня мы исследуем вопрос о сверхсекретных поисковых подразделениях. В нашем проекте «Чужие». Нидлс, Калифорния. Март 2008 года. Многие свидетели наблюдали, как ярко-синий объект полетел по ночному небу и разбился в малонаселенном регионе возле реки Колорадо. Он исчез за возвышением, но при этом звука столкновения с землей не последовала. Среди очевидцев был Фрэнк Костиган, бывший начальник охраны Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Он видел, как к месту аварии направлялись спецподразделения. Костиган сотрудничал со многими правоохранительными органами и Управлением национальной безопасности. Но ничего подобного он раньше не видел. Вместо обычных поисковых и спасательных подразделений он увидел несколько черных вертолетов без определительных знаков. Они подняли большой сияющий объект с помощью грузового ГАКа и улетели. Бывший начальник безопасности связался с Дэвидом Хейзом, владельцем местной радиостанции, и сообщил эту новость. Но Хейз уже обо всем знал. Через несколько минут после аварии он наблюдал, как конвой из темных автомобилей с правительственными номерами направлялся к месту происшествия. Было очевидно, что и вертолеты, и конвой работали вместе. И это была не первая их операция. Свидетели сообщают, что появляются люди в черных автомобилях без опознавательных знаков, а также иногда в черных вертолетах. Как жертвы похищений, так и обычные люди видели эти вертолеты. Но когда свидетели сообщили о том, что видели, власти опровергли факты о крушении НЛО и о прибытии специальных подразделений, дело было закрыто. Но эксперты считают, что инцидент в Нидлс – это классическая операция по извлечению НЛО, выполненная максимально эффективно. Кто же эти специалисты, и работают ли они на правительство? Если да, то вполне очевидно, что они далеко продвинулись со времен первого инцидента с извлечением НЛО. Розуэлл, Нью-Мексико, 1947 год. В пустыне разбился НЛО. Многие свидетели наблюдали, как американские военные убирали обломки космического корабля. Военные признали этот факт, но на следующий день опровергли его. После Розуэллского инцидента в мире появилось много сторонников теории заговора. Но почему операции в Розуэлле и в Нидлзе настолько отличаются? Ответы находятся на страницах легендарного военного руководства. Секретные материалы. Руководство по специальным операциям 1.0.1. 1954 год. После Розуэлла вся Америка поверила в НЛО. Но правительство не разделяло энтузиазма населения. В руководстве по специальным операциям 1.0.1 было детально описано, как следует извлекать потерпевшие крушения НЛО. Процедуры, описанные в документе, напоминают те, что были проведены в Нидлзе. Согласно документу, чтобы уберечь и сохранить все найденные материалы, следует принимать любые необходимые меры. Почему военные готовы идти на крайности, чтобы уберечь НЛО от глаз непосвященных? Что они скрывают? Множество свидетелей наблюдали, как команды специального реагирования извлекали обломки НЛО. Их миссия — доставлять упавшие на землю НЛО на секретные склады, подальше от посторонних глаз. Правительство отрицает их существование, но факты свидетельствуют совсем о другом. Кексбург, Пенсильвания. 9 декабря 1965 года. Люди увидели, как горящий объект пролетел по ночному небу. На первый взгляд, он напоминал метеор. Но за несколько мгновений до падения он изменил свою траекторию и упал в лесу за городом. Многие бросились на место аварии, но не всем удалось увидеть обломки. Всего через несколько минут на месте аварии появилась группа американских солдат без отличительных знаков с автомобилем-платформой. Они моментально увезли тот объект. А людям сказали, держите рот на замке, не распространяйтесь об этом. Через 24 часа после Кексбургской аварии пресса приняла официальную позицию властей. Возле Кексбурга не разбивался НЛО, и военных там тоже не было. Было ли это дело рук той же организации, что действовала в Калифорнии 40 годами ранее? Если да, то кто они? И на кого они работают? Ответ следует искать в Холодной войне. Секретные материалы. Эскадрилья воздушной разведки. 1952 год. Была сформирована эскадрилья воздушной разведки. В ней служили ветераны Второй мировой и Корейской войны, специально наученные восстанавливать сбитые советские самолеты и тщательно изучать чужие технологии. Но в 1953-м, через год после своего образования, эскадрилья получила исторический приказ. Командование ПВО в регламенте 202 выразило свой прямой интерес относительно НЛО. Воздушная разведка должна была сформировать команды для розыска потерпевших крушение объектов неизвестного происхождения. Это факт признания военными существования НЛО. На карте 1955-го года обозначены базы агентов воздушной разведки по всей стране, миссией которых было находить потерпевшие крушения летающие объекты. Но что происходило с обломками? Куда их увозили? И кто их охранял? Эксперты считают, что делами НЛО занимаются Маджестик-12, сверхсекретный комитет высокопоставленных ученых и офицеров. Его создал президент Трумэн сразу после Розуэльского инцидента. Многие считают, что организация вскоре перестала подчиняться даже самому президенту. Президент Кеннеди был очень обеспокоен силой организации Маджестик-12. В нее входили не самые достойные люди, и их решения влияли на судьбу всей нации. Жить полагает, что за закрытыми дверьми Кеннеди потребовал полного рассекрещивания деятельности Маджестик-12. Некоторые считают, что этот поступок стоил ему жизни. Стоит ли за убийством Кеннеди секретная американская организация? Что она пыталась утаить? Найти ответ поможет самая опасная операция по извлечению НЛО. Секретные материалы Инцидент в Форт Дикс Форт Дикс, Нью-Джерси 18 января 1978 года Свидетель по имени Джеффри Морс наблюдал, как десяток НЛО летали над базой. На вызов приехал офицер полиции. Когда он подъехал к базе, в свете фар он увидел маленького серого инопланетянина. Испугавшись, офицер выстрелил шесть раз в существо и в НЛО, летавшее вверху. Пришелец скрылся в темноте. Через некоторое время Морс нашел его мертвым на трассе между Форт Диксом и соседней базой Форт Магуайр. Обе базы были сразу же закрыты. Прибыли неизвестные люди и сообщили начальнику базы, что возьмут все под свой контроль. Они забрали пришельца и отправили его на базу ВВС Райт-Паттерсон, где находится известный ангар номер 18. Многие считают, что в нем хранятся обломки, найденные в Розуэлле и на местах других аварий НЛО. Морсу пригрозили военным трибуналом случай, если он расскажет об этом инциденте. Действительно ли в Форт Дикси было найдено тело пришельца? И если это так, то почему находку держат в тайне от общественности? Быть может, нас пытаются уберечь от опасности? Многие эксперты считают, что секретная правительственная организация контролирует операции по извлечению потерпевших крушений НЛО. Защищают ли они собственные интересы или же защищают общественность от неземной угрозы и повсеместной паники? Дейтон, Техас, 29 декабря 1980 года. Бетти Кэш и Вики Лендрум ехали ночью по шоссе, когда увидели яркий объект в форме алмаза. Они вышли из авто, чтобы рассмотреть его, но волна тепла, исходящая от объекта, обожгла их. Через несколько минут в небе появились почти два десятка черных вертолетов, но НЛО исчез без следа. Вертолеты последовали за ним, не обращая внимания на людей внизу. На следующий день Кэш и Лендрум почувствовали недомогание. На их теле появились ожоги и начали выпадать волосы. Доктор заключил, что они были облучены ионизирующей радиацией. Появилась масса волнующих вопросов. Стали ли женщины жертвами НЛО? Кто был в вертолетах? И почему они их проигнорировали, преследуя НЛО? Эксперты считают, что эти группы быстрого реагирования часть правительственной секретной программы по исследованию унеземных технологий в военных целях. Но многие считают, что у них совершенно иная цель, и без них человечество ожидает уничтожения. Секретные материалы Закон о запрете контактов СНЛО Кексбург Свидетели видели, как место аварии покидали люди в защитных белых костюмах. Кларк Маклеланд, бывший научный работник НАСА, утверждал, что агентство имеет прямое отношение к инциденту 65-го года. Через 4 года, в 69-м, правительство приняло закон о запрете контактов с НЛО. По закону, граждане не имеют права находиться поблизости с персоналом, летающими аппаратами или другими материалами, проникшими в нашу атмосферу из космоса. Закон, представленный как мера предосторожности во избежание возможного заражения, позволяет немедленно помещать нарушителей в карантин. Действительно ли НЛО представляют угрозу для людей? Или это всего лишь прикрытие? Форт Индиантаун, Пенсильвания, 1969 год. Сержант Клиффорд Стоун, член группы оперативного реагирования в случае ядерной, биологической или химической атаки. Он расследовал случай о так называемом сбитом советском летающем аппарате. Когда Стоун приблизился к аппарату, его счетчик Гейгера начал показывать необычайно высокий уровень радиации. Через открытую дверь он увидел тело. К удивлению Стоуна, это был не человек, а инопланетянин. Через несколько минут Стоуна отозвали, и на место прибыла другая опергруппа. Этот инцидент побудил Стоуна начать кампанию по разоблачению правительственных секретов. Его выводы могут заставить нас изменить отношения к правительству США навсегда. Десятилетиями правительство проводило секретные миссии по излечению потерпевших аварию НЛО. По закону 1969 года обычным гражданам было запрещено приближаться к упавшим НЛО в связи с опасностью заражения. Но по мнению бывшего сержанта армии США Клиффорда Стоуна предотвращение облучения радиацией это всего лишь прикрытие для правительства. Настоящая цель это не допустить контактов с выжившими инопланетянами со стороны обычного населения страны. По словам Стоуна это представляет значительную угрозу миру и не только внешнюю. На конференции в департаменте астробиологии НАСА в 2000 году был опубликован счет где сказано НАСА неизвестно какой была бы реакция мира на раскрытие подобной информации. Если что-то пойдет не так результат будет плачевным не потому что инопланетяне опасны а потому что мы можем причинить вред самим себе. Бывшему капитану ВВС Роберту Салласу хорошо известно об этой опасности. На гражданском слушании о раскрытии в 2013 году Саллас рассказал о событии произошедшем на базе Малстром в 1969 году. Он и другие военные наблюдали как НЛО вывел из строя 10 ядерных боеголовок. Аппарат несколько минут летал над базой а потом исчез и системы вновь заработали. Саллас считает это было предупреждение. Он считает что правительство и военные держат в тайне существование инопланетян но это не на пользу людям. Маленькая группа людей внутри и за пределами правительства контролирует этот феномен. Саллас считает что все сводится к одному. Их волнует небезопасность наших граждан. Это не их главная цель. Эти опасные секреты наделяют их огромной властью. Я считаю что этими мужчинами и женщинами движет жажда власти и алчность. Сигналы из космоса. Таинственные круги на полях. Послание заложенное в сам строительный материал нашей планеты. Испокон веков люди устремляли взгляд в небеса и изучали природу пытаясь понять свое место во Вселенной. Но один вопрос по-прежнему остается без ответа. Одиноки ли мы? люди видели НЛО люди видели пришельцев но если бы мы смогли пообщаться с инопланетянином это стало бы ключом к разгадке секретов Вселенной. Некоторые считают что мы получаем внеземные послания в течение тысячелетий. Последние данные возможно свидетельствуют о попытках инопланетян связаться с нами. Кто они? Послы доброй воли или алчные завоеватели? И способны ли мы вообще их понять? Присоединяйтесь к нам и мы раскроем вам тайны инопланетных посланий в нашем проекте Чужие Колорадо Спрингс Колорадо 1899 год Никола Тесла один из пионеров современного электричества испытывает прибор который должен поставить на службу человечеству энергию молнии. Прибор принимает радиосигналы пока ученый следит за грозой пытаясь разобраться в структуре погоды. Внезапно машина Теслы принимает странную серию сигналов. Судя по всему это уже не просто статическое электричество. Становятся слышны два голоса говорящие на странном языке. Тесла описал события так одна планета приветствует другую. В те времена когда Тесла принял этот сигнал НЛО уже не были новостью в нашем мире. В 1896 году сообщения об НЛО в районе Лос-Анджелеса сыпались одно за другим. Это случилось за многие годы до появления там аэропорта. Человек еще не поднялся в небо. Что бы ни парило в небе объяснения этому не могло быть. Сигналы принятые прибором Теслы считаются первой записью контакта с инопланетным разумом в наш механический век. Общался ли Тесла в самом деле с инопланетянами? Эти первые сигналы заложили фундамент для одержимости, которая с тех пор преследовала человечество. Самая масштабная и сложная попытка контакта с внеземной жизнью началась в 60-х годах. Сети, организация для поиска внеземного разума, финансировалась американским правительством до 1995 года. Через свой радиотелескоп на станции Арисиба в Пуэрто-Рико Сети транслирует свой сигнал в космос на расстоянии 25 тысяч световых лет. Когда мы решили отправить послание в небеса в надежде связаться с инопланетной цивилизацией, мы записали его в двоичном коде. Ученые остановились на нем, потому что это универсальный язык. В послание из Арисиба в космос мы сообщили информацию о том, где мы находимся, как выглядит человеческая ДНК и кое-какие другие подробности о том, что такое человечество. Это было самое мощное из когда-либо посланных сообщений. Кроме послания Арисиба, НАСА запускает четыре зонда с приветствиями от землян. Необычный поступок для организации, которая якобы отрицает существование инопланетян. Вскоре после этого запускаются Вояджеры 1 и 2 с 12-дюймовыми золотыми дисками, содержащими приветствие на земных языках и информацию о людской цивилизации. Послания были отправлены. Но были ли эксперты готовы получить ответ? Секретные материалы. Сигнал ОГОГО. Университет штата Огайо. 15 августа 1977 года. Сетти поражено короткой вспышкой на радиоволнах в 23 часа 16 минут. Записанный сигнал в 30 раз громче, чем сигналы из космоса природного происхождения. Он продолжается 72 секунды и затем исчезает. Неожиданный взрыв звуков из космоса такая редкость, что один из дежуривших в тот день техников назвал его сигнал ОГОГО. Его списали на аномалию. Тот факт, что он не повторился, навел многих на мысль, что это была простая неисправность приборов или ошибка операторов. Но последние данные говорят о том, что постоянный сигнал маловероятен. Количество энергии, необходимое для его отправки, было бы гигантским. Именно поэтому сейчас Сетти отправляет в космос короткие послания, подобные сигналу ОГОГО. Но повторялось ли это после 1977 года, или Сетти с тех пор поддерживала постоянный контакт с инопланетянами? В 1997 году Сетти обнаружила еще один внеземной сигнал. За ним следили около 13 часов, пока не было сделано официальное заявление, что это сигнал европейского спутника. Но так ли это на самом деле? Известный эксперт по НЛО доктор Стивен Грир так не считает. Грир сказал в интервью в 2006 году, они неоднократно принимали внеземные сигналы. Сигналы были так многочисленны, что их оборудование начало глушить некая земная организация, которая не хотела, чтобы они продолжали их принимать. Какая правительственная организация повинна в сокрытии посланий из иного мира? И что они надеются выиграть, держа людей в неведении? Контакт с инопланетным разумом стал идеей фикс для многих интересующихся НЛО. Ответ на вопрос «Одиноки ли мы?» жизненно важен для многих исследований в сфере НЛО. Но один ответ возможно уже получен. Секретные материалы Лес Рендулшем Рано утром 27 декабря два патрульных ВВС США увидели необычные огни за задними воротами базы в Уудбридж. Сержанты Джон Берроус и Джим Пеннистон начинают проверку. Они обнаруживают странный светящий солитательный аппарат, покрытый загадочными письменами. Воздух вокруг объекта был наэлектрифицирован. Электричество было на нашей коже, одежде. Я уже понимал, что это неупавший самолет. Я знал, что передо мной неопознанный объект. Ленистон не может не потянуться и не дотронуться до символов на борту. Это решение изменит его жизнь навсегда. Я протянул руку и коснулся нижних символов, провел по ним рукой. Казалось, мои пальцы переходят от гладкого металла к шершавой наждачной бумаге. Один из знаков был больше всех остальных, и я решил коснуться его. Когда я дотронулся до этого символа, то передо мной вспыхнул яркий белый свет. Я ничего не видел. Я слеп. У меня перед глазами замелькали ноли и единицы. Они как будто представали перед моим внутренним взором. Два сержанта докладывают о происшествии и описывают, как НЛО исчезло в ночном небе. Спустя какое-то время Пенигстон записывает сообщение, впечатавшееся в его мозг. В то время, когда Энистон получил телепатическое послание, компьютеры были еще в колыбели. Пройдут годы, прежде чем он окончательно поймет, что нули и единицы это универсальный компьютерный язык, который можно перевести в бинарный код. В 2010 году мне дали шесть страниц из блокнота Джима Пенистона. На них был двоичный код. Меня попросили разобраться, содержат ли они послание. Я сомневался, что на этих страницах что-то есть. Но начал вводить ноли единицы в свой компьютер, прогнал их через переводчик и был потрясен, увидев короткое послание. Расшифрованное послание Пенистона гласило «Исследование человечества для продолжения планетарного прогресса». Дрожь пробежала по моей спине. Я действительно не ожидал, что что-то обнаружу в коде. И вот передо мной было, судя по всему, послание инопланетян. Они пытались с нами связаться. Послание сопровождали координаты. Они указывали на место побережья Ирландии под названием Хай-Бразил, местонахождение легендарного затонувшего озера, подобного затонувшему континенту Атлантиде. Остров все еще существует, но теперь лежит на глубине 600 метров. Получил ли Пеннистон прямое телепатическое сообщение с инопланетного корабля? И в чем значение затонувшего острова у берегов Ирландии? Эксперты все еще бьются над этими вопросами. Но не все послания из внеземных источников загадочны настолько, как Рендул-Шемпский инцидент. Некоторые находятся на виду у всего мира. Круги на полях привлекали внимание экспертов с тех пор, как их обнаружили в 70-х годах. К концу 20-го века более 26 стран сообщили более чем о 10 тысячах кругов на полях. Они появляются быстро и таинственно, часто в виде затейливых узоров и рисунков. О чем нам хотят сказать эти геометрические фигуры? Знаменитая русская женщина-космонавт Марина Попович и ее коллеги-ученые Виктория Попова и Лидия Адрианова считают, что разгадали тайну кругов. Их перевод — пугающее предупреждение человечеству о будущей катастрофе. Они утверждают, что круги говорят о влиянии человека на биосферу и о катастрофическом действии магнитного поля Земли, достигшем критической точке. Они считают, что круги могут подсказать, как избежать этой судьбы. Круги на полях — предсказания апокалипсиса. послания, принятые радиотелескопами и предупреждения, зашифрованные в кругах на полях, могут быть признаками инопланетной жизни. Пытаются ли инопланетяне связаться с нами? И почему они пришли именно сейчас? Технологические прорывы таких гениев, как Никола Тесла, в конце 1800-х годов были только началом. Наш научный прогресс идёт с тревожащей скоростью и не думает замедляться. Беспокоят ли инопланетян наш научный прогресс? Если да, пытаются ли они установить контроль над жизнью людей? Каковы их долгосрочные планы относительно Земли? Ответ, возможно, содержится в наборе правил, вырезанном на одном из самых загадочных каменных памятников в Америке. Секретные материалы Скрижали Джорджии Эти скрижали оказались крайне противоречивыми, вызов спекуляции и оставив завесу тайны, простирающуюся далеко за пределы Джорджии. Они созданы руками людей, но строились ли они по наущению инопланетян? Заказанные человеком под псевдонимом Арси и Кристиан в 1979 году Скрижали Джорджии сейчас стоят у границ округа Элберт в 150 километрах к востоку от Атланты. На массивных камнях высечено послание к человечеству. Пусть эти Скрижали приведут вас в век разума. Многие надписи говорят о жизни в гармонии с Землей и друг с другом, но далее в тексте описывается век разума, основанный на зловещих принципах. Мудро контролируйте размножение. Объедините человечество новым живым языком. Следите, чтобы численность населения не превышала 500 миллионов и люди жили в гармонии с природой. В настоящее время на Земле больше 7 миллиардов людей. Начнется ли этот век разума с массового геноцида, чтобы сократить население планеты до 500 миллионов. Одно из предположений об инопланетном вторжении на Землю очень простое. Если вы хотите куда-то вторгнуться, зачем вам разрушать это место? Зачем бомбить его, выжигать лазерами, фотонными бомбами, каким-то экзотическим оружием, которое может попросту уничтожить планету? Зачем? Вы же хотите ее заполучить? Зачем ее разрушать? Некоторые эксперты считают, что лучший способ уничтожить большое количество людей это инопланетная чума. Просто бомбардировать разные участки планеты метеорами из космоса, которые распадутся при входе в земную атмосферу и выпустят некие газы, которые уничтожат большие группы населения. Как и Стоунхенш, скрижали Джорджии ориентированы по звездам. Что означает эта ориентация? Предупреждение инопланетян человечеству. В то время, как многие эксперты вглядываются во Вселенную в поисках посланий от инопланетян, некоторые ученые вгрызаются в саму ткань, из которой строится наша жизнь. Казахстанские исследователи расшифровали, как они считают сообщение, заключенное в нашей ДНК. Недавно опубликованная статья сообщает, что, по мнению ученых, ДНК человека упорядочено так, что напоминает арифметические и идеографические модели символического языка. Это приводит их к заключению, что люди могли быть созданы за пределами Солнечной системы. Они называют это открытие биологической сети. Математический код в ДНК человека нельзя объяснить эволюцией. Мы живые сосуды, заполненные неким внеземным посланием. Это может означать, что сам строительный материал жизни на Земле произошел или был создан вне Солнечной системы. Гибридизация людей и инопланетян это результат того, что пришельцы взяли ДНК людей и каким-то образом смогли скрестить ее со своей, чтобы размножаться. Ведь многие из этих существ бесплодны. Быть может, Земля часть общегалактического плана, лежащего вне пределов научного понимания. У нас есть священные тексты, Библия, Тора, Коран, и в них представлены вещи, являющиеся очевидно сверхъестественными. В сочетании с культурными традициями местных народов и таких больших цивилизаций, как Шумерская, мы получаем полную картину некоего контакта с пришельцами с самого начала существования человечества. Люди получали послания от инопланетян с начала времен. Но шокирующие новые свидетельства говорят о том, что предугадывали многие уфологи о сообщении из иных миров, которое может стать последним кусочком головоломки. Недавние исследования казахских ученых показывают, что наша генетическая структура не поддается логическому объяснению. Неужели сам биологический механизм нашей эволюции путь, указанный инопланетянами? по одной теории контакты людей и пришельцев начались, когда инопланетяне вмешались в ДНК троих древних гоминидов. Они создали в нем некую структуру, поскольку хотели создать расу послушных им ровов, способных владеть орудиями и языком. Если мы были созданы в лаборатории, возможно ли, что среда, в которой мы обитаем, также искусственная? Человечество часть машины? Или мы просто живем в машине? Некоторые эксперты считают, что вся Вселенная может существовать на некоем биологическом жестком диске, и что Земля и вся жизнь на ней не более чем сложная компьютерная программа внеземного происхождения? СОФТВЕР ПРОГРАММ СОФТВЕР ПРОГРАММ